Мы продолжаем с вами викторины по недельным главам, и этот урок по главам Матод и Массей. Между прочим, в Израиле на этой главе мы как раз догоним, наконец, израильтян, у нас Хуцларес две главы читают вместе. Кстати, один из вопросов, насколько редко читают отдельно главы Матод и Массей. Это очень редко, это единственная пара глав, которые так редко читают отдельно. В следующий раз это произойдет через 16 лет, будем читать отдельно Матод и Массей. Это почти не происходит, там нужно несколько условий, чтобы была лишняя суббота, и приходилось разделять Матод и Массей. Но вот в Израиле в этом году читают Матод и Массей отдельно, потому что у них последняя суббота после Песаха, да, был уже не Песах, а просто Шаббат, а у нас Хуцларес, восьмой день Песаха. Поэтому мы отстали от израильтян, и вот все это время на неделю отставали, и теперь наконец догоним. Поэтому, кстати, в Израиле они прочли редкую Гавтору в прошлую неделю, Гавтору Пинхаса, как я рассказывал на предыдущем уроке из этой серии, что Гавтору Пинхаса очень редко читают у нас, именно когда Матод и Массей читают отдельно. Но вот в Израиле Матод и Массей читают отдельно, они читали в прошлую субботу Матод и в эту субботу Массей, а мы эти главы будем читать вместе в этот Шаббат. Вопрос. До какого времени муж может аннулировать клятву жены? Ответ, что до конца дня. То есть, если он услышал клятву близко к концу дня, ему нужно сразу, если он хочет ее аннулировать, в тех случаях, не любую клятву можно аннулировать, но в тех случаях, когда он может аннулировать клятву и хочет это сделать, у него есть совсем немножко времени. Интересно, есть в томуде мнение, что всегда есть 24 часа. Но у нас, халаха, не как это мнение, а халаха, что до конца дня может только аннулировать клятву. А до какого возраста можно аннулировать клятву дочки? Оказывается, обычно это до 12 с половиной лет, то, что называется «наара» здесь. То, что это «наара» — девушка молодая. Теперь, после войны с мединитянами встает много вопросов насчет вот этих металлических сосудов, посуды, которые они, трофейные, которые евреи получили. Значит, во-первых, какие именно металлы упомянуты там? Ответ, что упомянуто только шесть металлов. Золото, серебро, медь, свинец, олова и железо. Есть много вопросов, связанных с этим. Во-первых, мы вот имеем сегодня слово в рите «металл». Оно слово уже с времен хазан, матехет. Почему выбрано это слово, и есть ли тут какой-то библейский корень? Оказывается, что да, есть корень в Библии, который значит «плавить». И от него происходит, видимо, слово «матехет», то есть металлом называется то, что обычно можно плавить и изменять таким образом при высоких температурах. И это как бы то, что объединяет металлы. Но вот что интересно, что так как Тор упоминает только шесть металлов, то не факт, что все остальные металлы в той же категории и на самом деле есть Торой. То есть все те законы, которые относятся только к металлам, а это ряд законов Тори, которые относятся к металлам. Один из них, между прочим, который учат наши мудрецы из нашей главы, что нужно окунать металлическую посуду, которую покупаешь у нееврея. Так вот, учат наши мудрецы из того, что сказано, что «мей нида», да, используется. Они считают, что имеется в виду вода, в которой окунается нида. Есть другая интерпретация, что имеется в виду очищение от пепла красной коровы, что «нида» слово «прыскать». Но по мнению Хазаль, что здесь подсказана митцва окунать новую посуду, не еврейскую, вопрос это только к шестим металлам относится, или, например, алюминиевая посуда тоже требует окунания. Есть мнение, что алюминиевая посуда только по раввинскому закону требует окунания, потому что в Торио, по-моему, это только шесть металлов конкретных. Кстати, вот есть такие одноразовые алюминиевые посудины, aluminum pens по-английски, и есть большой диспут, нужно ли их окунать, потому что человек вроде их сразу выбросит после одного использования, но все равно не факт, что это освобождает их от окунания. Многие безброхи их стараются окунуть все-таки. Обычно покупаем сразу много, там сто сразу, и идем и окунаем. Так что каждый раз ходить окунать, это очень неудобно, из-за этого их покупают одноразово, чтобы удобно было. Есть еще те, которые делают специальные еврейские фирмы, чтобы не было проблем, и чтобы не пришлось окунать. И на них тогда стоит это написано на коробке, что эти окунать не нужно, что эта еврейская фирма сделала. Вообще про каширование вот этих вот предметов я позже задам более сложные вопросы, подробное обсуждение будет, потому что это из нашей главы в том числе учится, идея кашировать металлы, металлическую посуду. А сейчас еще несколько вопросов более простых. Какие израильские моря или озера на иврите и то и другое называются Ям? Упомянутые в нашей главе они до сих пор так же называются. Ответ это, во-первых, Ям Хамелых. До сих пор называется, да, Мертвое море по-русски, но на иврите называется Соленым морем, да, самое соленое море в мире. Ям Хамелых. Упомянутые в нашей главе о границах Израиля, это в главе Масей, в самом конце книги Вамильбар, описываются все границы Израиля. Также Ям Кенерет, да, озеро Кенерет упомянуто. Это северо-восток Израиля, да, через нее и Ордан проходит. Основной источник воды, собственно говоря, да, пресной воды для Израиля. Ну, сегодня есть способ, опять же, очищать воду, и Израиль имеет передовые технологии для этого, но вот основной источник всегда натуральной пресной воды, это было озеро Кенерет. Очень важное для нас. Интересно, что Средиземное море в Торе упомянуто, но не называется так. Как называется здесь Средиземное море наше Тора? Ям Хагадоль. А Ям Хагадоль, великое море дословно. Да, большое море. Центральное море, это уже название, да, Средиземное слово центральное, так называют по-русски, на английском, на других языках. И сегодня действительно в Эвризе так тоже его называют, перевели слово Средиземное как Тихон, да, Яма Тихон. Но в Торе оно называется Ям Хагадоль. Есть, кстати, интересный вопрос, там у него упоминается мнение Раби Гуды, что когда видишь Ям Хагадоль, нужно делать особую броху Всевышнему. Не просто Осема Асебрешит, а именно, что Всевышний сделал Ям Хагадоль. Вопрос, что такое Ям Хагадоль в этом месте Талмуда, в каком смысле Ям Хагадоль, это именно Средиземное море, как Тора называют, или это океан, или может и то и другое, да, они же все соединены через Гибел-Артар, да, там соединяется Средиземное море с океаном, потом даже все океаны соединены друг с другом. Может быть и на то и другое нужно делать броху, что Всевышний сделал это Ям Хагадоль. Вот вам немножко смешной вопрос. Бениамин Франклин был такой у нас великий политический деятель, а также ученый в Америке. И он в свое время сказал, что есть, можно знать точно в этом мире только про две вещи, что точно никак от них не убежать. Это смерть и вторая вещь. Вторая вещь в нашей главе, что это за вещь. Это имеется в виду налог, да, мехес. Когда евреи давали налог левитам от своих трофеев, вот это называется, мехес до сих пор так называется, таксы, да, налоги. Две вещи гарантированы в этом мире. Смерть и налоги, шутку сказал он. А вот сейчас я хочу обсудить очень непростой вопрос, и в частности даже имеющий практическое значение сегодня. А именно, ну вот Тора описывает, как очищали с помощью огня те виды посуды трофейной, которую использовали с огнем. То есть, которая имела контакт с огнем, да, в горячем виде. Понятно, что имеется в виду посуду, которую использовали для еды, как говорит Рамбан. О чем еще может идти речь? Если имеется в виду просто ритуальная чистота, то ее никогда мы не получаем с помощью огня. Это с помощью окунания миквы обычно происходит. Значит, наверняка, когда речь идет об огне, это значит коширование посуды. То есть, здесь подсказано коширование посуды. Есть еще место в Торе, где своего рода коширование посуды подсказано. Это в отношении приношений храмовых, да, там говорится, что глиняные сосуды, если в нем варят части жертв. В части жертву может было есть только определенное время, и потом уже приходится разбивать глиняные сосуды, потому что глиняные сосуды кошировать невозможно. А вот если это, например, медный сосуд, говорится, тогда его окошировывают кипятком, да, и он тогда, его можно снова использовать. Потому что то, что попадает в стенки сосуда, через день, допустим, станет запрещенным. Это же части жертвы, которые можно есть только в течение этого времени. Поэтому, чтобы окошировать, нужно, значит, металл, получается, в связи с помощью медь, окошировать с помощью кипятка. Но на самом деле, так как законы храма, они обычно другие, и там все равно много строгостей, то мы не можем точно знать из законов храма законы кошерности. А вот отсюда вроде бы можем. Действительно, Талмуд, по некоторым мнениям, учит отсюда идею, что нужно окошировать посуду, что даже вкус, который впитывается в стенки посуды, он тоже запрещен, и поэтому Тора потребовала огнем, значит, да, или кипятком, в случаях, когда с кипятком имела дело посуды, или прямо огнем, у нас это называется в более позднем раввинском иврите, да, словами либун и хагала. Агала – это когда кипятком окошировывают, либун – это когда что-то имела напрямую контакт с некошерным, без воды, тогда так окошировывают тоже просто нагревая, пока искры не летят, называется либун. В всяком случае, вот эти окоширования огнем, упомянутые в Торе, в отношении к посуде, встает очевидный вопрос. Ну вот сегодня у нас металлическая посуда, особенно самая современная, вот эта нержавеющая сталь, например, она такая крепкая, что там очень-очень мало молекул некошерного впитываются в нее. То есть невозможно, что вообще ни капли не попадет, такого не бывает, но это будет очень-очень маленькое количество. То, что попадает в некошерную пищу или в случае молока мяса, допустим, человек сварил в кастрюле из нержавеющей стали, сварил молоко и потом помыл ее как следует. Почему нельзя мне мясо делать в наше время? Там практически вкус молока внутри стенок сосуда сегодня минимальный. И на самом деле этот вопрос, он вполне легимитивный, это разумный вопрос, это не то, что, знаете, какие-то реформисты спрашивают хаз-вишаум. Потому что здесь ведь даже у нас мягче ситуация, чем во многих случаях других подобных вопросов. Потому что во многих случаях у нас есть специальная гизейра хазак, что хазак что-то запретили как особый раввинский запрет. И тогда, даже если причина запрета сегодня не относится, часто сам запрет относится. Приведу три примера простых. Что есть, опять же, во всех этих случаях есть диспут, но хотя бы многие раввины будут строги. Первый пример. Молоко не еврея. Что запретили наши мудрецы, если, например, мне еврей долит молоко и нет еврея, который смотрит за этим, пить такое молоко. Вдруг он туда добавит молоко свиньи, например, или лошади, или верблюда, некошерного животного. Теперь, сегодня есть ситуации в каких-то странах, при каких-то обстоятельствах, что можно быть, допустим, достаточно уверенным, что молоко точно коровье. И некоторые раввины таки разрешили в таких случаях пить молоко, потому что называют у них стам, да, просто молоко. Они не хотят называть молоко не евреи, а называют стам молоко. Но большая часть раввинов, большая часть раввинов запрещают даже такое молоко. Почему? Потому что здесь особая гизера, что хазар в принципе запретили молоко, которое доят не евреи, когда еврей не смотрит. И даже если причина может быть в каких-то ситуациях не относится, могут все равно быть еще причины. И, в общем, запрет хазар не так просто отменить, только потому что нам кажется, что причины на него больше не относятся. Еще пример. Это использовать лекарства в шаббат. Обычный человек, который чуть-чуть плохо себя чувствует, не может принимать лекарства. Почему? Потому что боялись те времена, что человек будет делать сам тогда лекарства, начнет толчить какие-то там корни, что-то, из чего делали тогда лекарства. Сегодня это абсолютно не шаих, да, если человек примет какое-то лекарство, готовое в шаббат, то никто сам это лекарство делать не сможет. И все равно закон остался в основном. Большая часть раввинов считает, что и в наше время все эти законы относятся. Третий пример. Запретили раввины выходить замуж женщине, которая недавно родила. Нужно ждать, пока она закончит кормление грудью, что тогда занимала 24 месяца луны, то есть почти 2 года. Сегодня это все, как правило, не относится. Есть замены пищи, да, если даже она забеременеет от нового мужа и нечем будет ей кормить ребенка, а значит купят, допустим, замену, да, молока всякий, сим-лак, айс-эмил, есть много, да, разных ситуаций. Тем более, что в наше время вообще женщины так долго не кормят грудью в любом случае. Кто сегодня кормит грудью, 24 месяца. И тем не менее, по многим раввиновам, во всяком случае, основная часть запрета все еще относится. Я же не говорю халахический, практический закон, если случаи, когда каравины будут мягкие, я просто говорю, что в принципе, когда есть гизейра определенная, там все строже и сложнее разрешить. Но здесь нет никакой абсолютно специальной гизейры. Здесь есть конкретный физический закон, что были очень пористые материалы, тогда металл, например, железо было очень слабым и мягким, и они впитывали все вкус. И люди, мамаш, чувствовали вкус после того, как, например, сварил что-то и потом варил что-то другое в этой кастрюле, то чувствовали вкус предыдущего, потому что в стенках сосуды оставался вкус. Глина очень пористый материал, и металлы тоже были мягкие и довольно-таки пористые. Но специальной гизейры здесь нету, что всегда металл на все поколения запретить, в основном мы не находим такого. Более того, мы находим мифуру в шухонарухе, что если даже в металлической, например, посуде сварили немножко некошенного, совсем капельку, то есть металл получил вкус некошенного, но совсем маленький вкус, то тогда можно в нем варить даже леотхила кошенное, если впитался вкус некошенного меньше, чем 1,6 по сравнению с тем, что буду теперь варить. То есть если кастрюлю всегда используют для большого количества супа, там никогда на донышке никто не будет варить, а впиталось совсем немножко, что супа всегда будет в 60 раз больше, тогда шухонаруха разрешает. Есть те, кто спорят, но заказчик шухонаруха разрешает в такой ситуации, используя для отхил такую кастрюлю. Получается, если мы сможем доказать, что сегодняшние металлы впитывают намного меньше 1,6 по сравнению с тем, что варят в такой кастрюле, то лихойра можно было тогда металл вообще не окошировать. В основном же тот вид металла, который проверили и который очень оказался твердым и почти не впитывающим. Есть такой профессор в Баррелайнском университете, религиозный профессор Дрор Фиксла. У него есть много статей по Рамбаму и на разные темы, но в том числе он подробно делал эксперимент, важный этот, с разными материалами сегодня. У него вышло, что вот эти металлы твердые, нержавеющие, стальные и так далее, они вообще даже еще тверже, чем стекло. Стекло у нас шухонарух разрешает для сифардим, даже в случае Песаха, когда законы строже, все равно разрешает не окошировать стеклянную посуду, считает, что стеклянную посуду практически не впитывает, поэтому можно просто помыть кастрюлю или что-то, что стеклянное, что использовали весь год, и в Песах использовать. Рама, правда, с этим строг для отхила, но и Рама в каких-то ситуациях может разрешить, если будет шататхак или какие-то особые случаи. Но вот наш металл, получается, он еще даже тверже, чем стекло, оказывается, по исследованиям Дрора Фикслера. Казалось бы, тогда можно разрешить использовать металлическую посуду и на молоко, и на мясо, да, и только помыть между ними и все, и также не беспокоиться о кашировании никогда. При всем сказанном, тем не менее, многие раввины, большинство, я думаю, раввинов, не согласились с этим аргументом. Причины здесь непростые, я изучал несколько статей на этот счет, и в том числе Тшува у Рави Моша Штарамбуха в пятом томе, но сводится это к тому, что, во-первых, даже в случае стекла, не так очевидно, что даже для Сефардим можно просто разрешить одну и ту же кастрюлю, то для молока, то для мяса использовать. То есть, знаете, какая будет путаница? Во-первых, можно не помыть как следует. Сейчас, бывает, человек ополоснул, там жир остался или еще что-то. Мы же говорим о случае, что даже если разрешают, то разрешают, если полностью помыли все. Что стекло считается, что для Сефардим считается, что не впитывает, но, по крайней мере, это не значит, что снаружи, да, то, что остается прямо на стенках сосуда, внутри стенок сосуда, это-то проблема. Поэтому, если человек, например, сварил, допустим, мясо, да, там жир может остаться, нужно как следует тогда мыть в горячей воде с мылом, с сильным каким-то, да, раствором, чтобы как следует смыть все, это раз. И полагаться на среднего человека, что он всегда будет как следует мыть, это не так уже просто. Кроме всего прочего, в случае металла, так как есть металлы, которые впитывают, или были такие металлы когда-то, то очень трудно разрешить определенные металлы и быть уверенным, что они не впитывают. А если изменится немножко технология, да, все это очень, так сказать, трудно такой странный псаг дать, что вот люди будут для отхила использовать одни и те же кастрюли, то для мяса, то для молока. Пусть даже это из очень твердого современного материала. Вот. И еще есть несколько причин, которые приводят разные раввины. В общем, на практике, похоже, было принято даже раввинами, которые, которые в общем склоняются, что по букве закона есть какие-то мягкости, но только склоняются к тому, что можно бедеяват после факта в чем-то быть мягким. То есть, если уже произошло, допустим, человек взял кастрюлю, в которой варили мясо, и случайно стал мне варить молоко. Чистая была кастрюля, и он случайно стал мне варить молоко. То тогда, если она сделана из очень твердого металла, из тех видов металла, которые почти не принимают вкус, только очень минимальный, то тогда в наше время можно быть мягким после факта, что пища будет разрешена. Замечу, что если прошло 24 часа между вареньем мяса и молока, то и без того это разрешено. Если человек взял просто кастрюлю, случайно достал по ошибке, или нееврейскую кастрюлю, но она была чистая хотя бы, и 24 часа ее не использовали для, допустим, мяса, и теперь он сварил молоко, или была нееврейская кастрюля, 24 часа ее не использовали, но до этого использовали для свинины или для чего угодно, то теперь, если 24 часа прошло, то пища, которую приготовила кастрюля, она будет кошерная. Поэтому единственное, получается, навками, на единственное следствие этой мягкости, о которой мы говорили, это если даже не прошло 24 часа, то в наше время можно быть мягким. Если человек взял кастрюлю, в которой он знает, что меньше 24 часов назад варили мясо, а он случайно варил в нем молоко, то теперь это молоко можно будет пить, и оно не запрещено. Но разрешить ли отхила одну и ту же посуду использовать для того и для другого, это почти невозможно. И раввины, даже более современные раввины, которые, в принципе, готовы полагаться на науку в таких вещах, и, собственно, исследования здесь были сделаны, как я сказал, религиозным человеком, который очень старался разобраться с этим, но все равно, даже при всем, что какие-то мягкости можно было бы найти, но ли отхила разрешить такое не готово. И это вполне логично и правильно для нас, что мы имеем отдельную посуду для мяса и для молока. Вообще, представляете, какой будет хаос, если одни и те же кастрюли используются для мяса и для молока, а как их потом мыть? На них же осталось немножко молока, на других немножко мяса, и со всех мыть будут вместе горячей водой. Это как будто готовишь молоко с мясом вместе. Много будет проблем, если одни и те же кастрюли будут использовать. Поэтому на практике ли отхила это раввины не разрешили. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры создавал DimaTorzok